Согласно легенде, бог лесов пан повстречал красивую нимфу и был ей очарован. Сиренга испугалась бога, начала убегать. Как ни старался догнать ее пан, ему этого не удавалось. А когда нимфи перекрыла дорогу река, она попросила помощи у божества речного и в той же мгновении превратилась в красивый гост. Согласно той же легенде, бог пан взял весь сиреню и сделал из нее плиту. Однажды богиня весны, проснувшись от сна, собралась украшать землю весенними цветами. Весна взяла лучи солнца и радуги, соединила всех их вместе и они пошли украшать землю. Шли так по миру, осыпая землю своими лучами и везде расцветали прекрасные разноцветные цветы. Когда дошли до Скандинавии, казалось, что у радуги остались только фиолетовые лучи. Не имея выбора, весна осыпала Скандинавию сиреневыми цветами. Тогда же весна подумала, что это как-то уж много фиолетовых цветов, а у нее остались только белые солнечные лучи. И весна осыпала Скандинавию белыми цветами, так появилась еще и белая сирень. Именно поэтому белая сирень цветает немного больше. Однажды люди разозлили одно могущественное божество, и тот обрушил на них свой гнев, послав им дожди, которые заливали все вокруг дни и ночи, и не было тем дождям конца. И вот настал миг, когда под воду стала уходить даже самая высокая гора, и спасаться было негде. Тогда очень смелый юноша бросился в пучину вод, умоляя божество забрать его жизнь и спасти остальных. Восхитившись, божество сжалилось над людьми. Дожди прекратились, вода ушла. В знак милости божество покрыло всю землю зелеными кустарниками бездушистыми сиреневыми цветами. Это была сирень. В Англии также интересная легенда, связанная с белой сиренью. Легенда рассказывает о том, что жил однажды богатый лорд, и его полюбила простая девушка, которую лорд, в свою очередь, сильно обидел после того, как она ему доверилась. Девушка не смогла пережить это горе. В последний путь ее провожали друзья. Они укрыли всю могилу девушки веточками сирени лилового цвета. А когда утром пришли на могилку, то увидели, что все цветы стали белыми. По одной из восточных легенд дочь шейха превратилась в ветку сиреней, сохнув от любви, а есть легенда, в которой красавица, чтобы не разлучаться с любимым, попросила волшебника превратить ее в сиреню. По многих восточных странах сирень считают символом разлуки влюбленных, и поэтому, если влюбленным приходится на время расстаться, они дарят друг другу веточку сирени, что без слов говорится о том, что они расстаются. Как праздничный сад расцветила сирень лилового, белого цвета, сегодня особый сиреневый день начала цветущего лета. За несколько дней разоделись кусты, недавно раскрывшие листья, в большие и пышные грозди цветы, густые и влажные кисти. И мы вспоминаем, с какой простотой, с какой надеждой и страстью искали меж звездочек в грузде густой пятилепестковое счастье.